ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Веснушка! Привет, Феофан! Ой! Привет, Кармашек! Что-то я заболталась совсем! Веснушка, а что это ты там повторяла? Ну, я учусь говорить скороговорку на букву Ф. Ммм, а зачем? Ох, зачем! Запомнить хочу. Слов-то на эту букву немного. Вот я и стараюсь ее получше вызубрить. А у меня теперь все перепуталось. И Митрофан, и Феофан, и... Веснушка, между прочим, не в обиду будет сказано всем Феофанам, но на букву Ф есть и цирковые слова. Могла бы их тоже выучить. Да? Да. И какие же? Ну, например, слово фестиваль. Ой, точно! Ой, как же я могла забыть фестиваль! Ну, конечно. Фестиваль – это значит праздник. Скажешь это слово, и на душе сразу радостно становится. Ага, вы бы и надо на фестиваль попасть. Нет, ничего проще. Поехали скорее в цирк. А нам разрешат? Тут даже, наверное, только настоящих артистов пускают. А мы с тобой начинающие. Ну, Веснушка, мы пока и не будем выступать. Мы проникнем на фестиваль под видом корреспондентов. Поняла? Будем брать у настоящих артистов интервью. Ха-ха-ха-ха-ха! Здорово придумано, кармашек! Поехали скорее! Поехали! Где живота смех и радость – это цирк. Где грустить друзьям не надо – это цирк. Клоун рыжий, клоун белый – это цирк. Дрессировщик самый смелый – это цирк. Все собаки буквы знают – это цирк. Там под кополом летают – это цирк. Цирк! Дети хлопают в ладоши – это цирк. А мы добрые и хорошие – это цирк. Видишь, мы приехали рановато. Представление пока не началось. Артисты репетируют. Им надо хорошенько подготовиться. Веснушка, а давай пока репетируют артисты, мы будем брать интервью друг у друга. Ой, давай, мне кажется, это будет очень интересно. Скажи, ты когда вырастешь, какой артисткой хочешь стать? Я буду хорошей артисткой. Да. Наверное, я буду ходить по канату, ковыркаться на нем и делать разные трюки. А ты? Так и останешься клоуном. Да, мне очень нравится. Конечно же, я останусь клоуном. Ну, неужели ты не хочешь подняться в открытый цирк и зайти в клетку с дикими львами? Или глотать шпаги на манеже? Веснушка, открой тебе большой секрет. На самом деле шпаги никто и не глотает. А львы не такие уж здесь и злые. Здесь добрые львы, потому что они дружат с дрессировщиками. А на самом деле цирк он дарит радость, он поднимает настроение. Вот, например, человек приболел, да? Или он получил двойку в школе, или поссорился с другом. Он приходит в цирк и видит, как танцуют собаки, львы, кролики. И ему сразу становится радостно на душе, понимаешь? Точно, точно, Кармашек. Я, когда в цирк прихожу, у меня поднимается настроение. Прямо летать хочется. Ну вот видишь, а я тебе что говорил? Теперь мне кажется, что в цирке все профессии важны. Открой тебе еще один секрет, Веснушка. И не только в цирке. Мы с Веснушкой приехали на настоящий фестиваль циркового искусства. Кроме нас здесь собрались еще и артисты из разных стран мира. Самое интересное, что многие из этих артистов тоже начинающие. Некоторые даже учатся в школе. Но благодаря своей настойчивости и старательности они добились больших успехов и выступают на манеже наравне со взрослыми. Привет! Привет! Меня как зовут? Полина. А фамилия? Гречёшь. Ой, такая знакомая фамилия. А у тебя папа тут не работает? Работает. Работает? Да. А я с ним уже знаком. Полина. А меня зовут Кармашек. Ну, клоун Кармашек. Скажи, пожалуйста, Полин, а что ты здесь делаешь, помимо того, что ты дочка своего папы? Ну, вот я тут заниматься начала. Чем? Ну, гимнастикой. Ну, дминаюсь тут как бы. Получается у тебя? Ну, да. Да? А ты говоришь своим друзьям, что ты ходишь в цирк на Цветном Бульваре заниматься гимнастикой? Да. Почти все мои друзья знают об этом. Полиночка, скажи, пожалуйста, а вот какой бы ты дала совет детям, которые тоже хотят начать заниматься в цирке? Ну, главное, ну, не мешать тем, кто репетирует, работает тут, ну, и стараться. Стараться надо, да? Стараться. Скажи, а у тебя есть мечта? Да. Да? Кем ты хочешь стать? Я хочу стать певицей. Певицей? Да. Ну, хорошо. Хорошего тебе дня и увидимся на фестивале. Да, увидимся. Пока. Пока. А после представления мы поговорили с юными зрителями. Как зовут? Мадина. Мадина. Нравится цирк? Очень. А что нравится в цирке больше всего? Животные. Животные? А ты бы хотела работать в цирке? Очень. А кем? Акробаткой. Акробаткой? А ты знаешь, как нужно много тренироваться? Да. Каждый день по 6 часов. Да. Ты готова к этому? Да. Катюш, нравится цирка? Очень. А что тебе нравится? Ну, кашки, конечно. А клоуны не нравятся? Нравятся. Нравятся? Не боишься клоунов? Нет. Добрые они? Да. А кем ты хочешь тогда вырастить стать? Ну, я бы хотела стать врачом. Ну, теперь передумала, и будешь работать в цирке? Нет. Нет, будешь врачом. А есть такие врачи, которые лечат животных, знаешь? Да. Ветеринары. Да, знаю. Подумаешь над этим? Ну, ладно. Как зовут? Силантия. Силантия. Какое красивое имя. Силантия, кто тебе нравится в цирке? Животные. А из людей? Акробаты или фокусники? Акробаты. А ты хотел бы работать в цирке? Кем? Акробатом. Акробатом? И ты готов каждый день тренироваться? По 6 часов? Каждый день? И сидеть на диете? Мужчина, Силантий. Все, увидимся в цирке, давай. А что больше всего нравится тебе? Акробатика. А тебе? Фокусы. А тебе? Тоже фокусы. Тебе тоже фокусы. А жонглеры не нравятся? Видели, как там жонглировал? Вот так, вот так, вот так. Фу. Нет? А кто из вас хотел бы работать в цирке? Я. Ты? Я. Вы и так работаете в цирке. Вы и так работаете в цирке? А что вы делаете? Акробатикой занимаемся. А все? Втроем? Да. Ой, кармашек. Кармашек, ты где-то ходишь? Скоро никого не может быть. Дислушка, я с Соней познакомился. Привет, Соня. Меня Дислушка зовут. А Соне нравятся акробаты. Ей нравятся цирковые артисты. Мне надо работать, стараться. Вот. И? И быть доброй. И быть доброй. Да. Спасибо, Сонечка. А кто тебе сегодня понравился из выступающих? Мне очень понравился мальчик, который маленький, который на тросе был Чарльз Шапплин. О, мне тоже понравился. Мне просто очень понравился. Он такой лод и такой сильный. Он такой маленький. И совсем совсем не боится, как и балансы, как и делать разные трюки. А ты вот так, как ты думаешь? Да. Через несколько лет, да. Олег Чмотов приехал на фестиваль из Нижнего Тагила. Он занимается акробатикой с трёх лет. А сейчас ему 10 лет. Он открыл нам один цирковой секрет. Чтобы у тебя всё здорово получалось, нужно заниматься физическими упражнениями каждый день. И тогда через 7 лет станешь настоящим артистом. И будешь побеждать на цирковых фестивалях. А какие вам номера сегодня понравились? Девочка на проволоке с такой штучкой, которая постоянно махает. Да, Вестушка, ты пока разговаривай, я покушаю. Ну, хорошо, кармашек. А как вы думаете, вообще цирковый искусство – это лёгкое занятие? Нет, мы им сами занимаемся. Мы поговорили со всеми юными зрителями, которых встретили в цирке и составили рейтинг популярности цирковых умений. Знаете, какое искусство уверенно вышло на первое место? Акробатика! Ха! Акробатика – царица цирка. Веснушка, а что ты делаешь, когда у тебя что-то не получается? Честно? Ну, конечно. Обычно, когда что-то не получается, мне плакать хочется. Я так расстраиваюсь, у меня прямо лапы опускаются. И делать ничего не хочется. Ну, и долго ты так рыдаешь? Ну, когда как. В прошлый раз я жонглировать пробовала. Так. Подкинула мячик и не поймала. Знаешь, сколько проплакала? О, часа два или три. Стоп. Ты знаешь, я тоже жонглировать учился. Первый раз подкинул – не получается. Второй раз подкинул – не получается. Раз десять подкинул – и снова не получается. А потом потихоньку-потихоньку стал репетировать, и уже часа через два-три у меня всё получилось. Подожди-ка, подожди-ка. Это что же получается? Я два часа плакала, а ты репетировал. Я так и не научилась мячами жонглировать, а ты научился. Это значит, я зря плакала? Ну, видимо, да. Я всё поняла, кармашек. Вместо того, чтобы плакать и расстраиваться, надо стараться и пробовать до тех пор, пока не получится. Ну, что ж ты мне раньше-то об этом не сказал? Я столько времени потеряла. Ты знаешь, кармашек, мне теперь легко запомнить эту букву «С». Я теперь, как только её увижу, буду вспоминать цирковой фестиваль. Акробаты, кнотоходцы, жонглёры, эквириопристы. Веснушка, Веснушка, теперь это будет и моя любимая буква. «Ф» значит «фестиваль», а «фестиваль» значит «праздник». Вот бы и нам на следующем фестивале выступить. Угу. Но для этого надо много заниматься. Ты же слышала, что ребята посоветовали? Так что же мы сидим, стоим? На репетицию, скорее, скорее! Подожди, подожди, а с ребятами попрощаться? До свидания, друзья! До новых встреч в цирке! Ну что, пошли на репетицию? Побежали! Где живут-то смех и радость? Это цирк! Где грустить друзьям не надо? Это цирк! Клоун рыжий, клоун белый? Это цирк! Дрейсеровщик самый смелый? Это цирк! Все собаки буквы знают? Это цирк! Там под куполом летают? Это цирк! Дети хлопают в ладоши? Это цирк! Он и добрый, и хороший! Это цирк! Дети хлопают в ладоши! Продолжение следует...